ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТОП! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил, что вы думаете о правиле не Риппинг? Я уже не раз выражался, что я против, сколько вы делаете, сколько вы делаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо бы, если бы Абиджеф отказался от этого правила в принципе. Слушай, я не вижу никакого риска. Слушай, гораздо больше других движений разрешенных, в которых реально есть опасность. В не Риппинге, во всех этих движениях опасности, ну, не больше, чем в Делариве там обычно. А в чем проблема? Ну, и оно... А ты знаешь, как его грязно вкрутить, чтобы у тебя колено полетело? Да нет. Можно просто не дискламить. Ну, да, либо придумали какое-нибудь предупреждение за него. Потому что реально риска меньше, чем, ну, гораздо более... Флайинг-тон, флайинг-тон, я уже помалкиваю. Слушайте, реально в прыжке в гард больше риска, что у человека что-то случится, особенно в тяжах каких-нибудь, чем снилиппинг раздуражный. А он, как бы, как будто колено нет. У меня первый бой с водой на руку, у тебя осталось. Нет, у меня самый главный, мой критерий, почему я против этого правила, то, что люди зачастую попадают туда по поводу из-за, ну, такого скрэмбла, да. А выбраться человек оттуда сам выполнял, он бы рад. А что он должен делать? А что он не скручивает его? Нет, ну, все равно, нет. У них идет скрэмбл. Он делал все правильно. Только потом человек как-нибудь поворачивается, и получается, что, значит, либо я должен не касаться руками его ног и остаться в этом положении до конца своих дней, там внизу, а верхний будет сидеть, и это будет продолжаться эпизод. То есть, так, когда он рвал акил. Ну, неплохо. В общем, я очень против этого. Я сам попадал несколько раз в это нелепое положение. Я имею в виду в том плане, что я получал дисковол за то, что у меня нога там, знаешь, была вот здесь, типа как в One Leg X Guard, она соскальзывала сюда, срывалась просто. Человек ничего не делал, и это им идет дисковол. То есть, она очень глубоко проскакивала. Риска не было там никакого. А при этом зачастую мы делаем слип. Дискаларива такой, на коленку, он создает реально такую опасность на дне, что и никто чего-то не запрещает. Ну, это же дебильные правила на самом деле. Зарисуйте там вот это, запикайте как-нибудь. Если бы, вот как у Золотой Рыбки, у меня было одно желание на тему ABG, в которое я мог бы исполнить, я бы отменил правила по нелепому. Я считаю, что это не лепится. Тысячу раз, я много, я с детства боролся там, ну-ка, по дзюдо в основном, но и по самбо. Там это называлось «Узел бедра». Самбо вообще грязный. Я не видел, слушай, никаких проблем. Я ни разу не помню, что кто-то искалечился на этом движении. Там пытались ногу ломать. То есть, там накидывали выше, прям скручивали. Это вот наши горами, которые называются. Узел бедра, я не вижу проблем с узлом бедра. Поэтому. Спасибо, Михаил. Мне кажется, да. Мы доведем ваше мнение. А всем все равно там, понимаешь. Они почему-то считают, что если у кого-то когда-то что-то сломалось на этом движении, обязательно его надо запретить. Но мы знаем миллион людей, у которых рука сломалась на армбаре, нога сломалась на какой-нибудь еще мелкой фигне. И мы же не отменяем это техническое действие.